Проект бюджета Омска на будущий год готов. В течение двух ближайших недель с ним смогут ознакомиться, обсудить и внести свои поправки депутаты городского совета. В начале ноября проект пройдет публичное слушание. О том, насколько содержательным будет бюджет 2016, на пресс-конференции рассказали директор департамента финансов Инна Парыгина и депутаты городского совета. Собственные доходы города составят более 12,5 миллиардов рублей. Около 4 миллиардов в виде субсидий гарантированно поступят из вышестоящих бюджетов. Расходов планируется на 800 миллионов больше, чем доходов. Дефицит бюджета в мэрии планируют перекрыть при помощи налоговых и арендных платежей, а также пересмотра кадастровой стоимости земельных участков. Все обязательные выплаты муниципалитет в будущем году обещает сохранить. Расходы, связанные с содержанием учреждений, заложены полным рублем. Это расходы, связанные с выплатой заработной платы всей социальной сфере. Это расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг, с питанием в детских садах и школах, со связью с горячей смазочными материалами. Эти расходы закладываются полным рублем. Не полным рублем, то есть не в полном объеме, будут финансироваться благоустройства, ремонтные, дорожные работы. Оптимистично смотрит будущее председатель городского парламента Галина Горст. По ее словам, депутатский корпус активно работает над поиском новых источников пополнения городской казны. Мы уже в той сессии начали отрабатывать многие вопросы, которые потом ложатся в основу тоже бюджета. В частности, перечень имущества, которое может быть приватизировано, то есть продано с торгов. Перечень имущества, которым может быть передано безвозмездное пользование, контроль за работой муниципальных предприятий, их доходность, их потери, из чего складывается бюджет города Омска. И, кроме того, исследуются возможные источники дохода города Омска. Оптимизма в связи с очередным бюджетом города не испытывает лишь Леонид Михайленко, руководитель фракции КПРФ в Горсовете. По его мнению, никакие потуги в виде привлечения других источников финансирования не спасут положение дел в городе. Чтобы было чисто, светло и красиво, все работало и крутилось, необходим бюджет в два раза превышающий существующий. А это возможно только при условии возврата в бюджет нескольких видов налогов. У нас было 2% налога на прибыли предприятий и 50% налога на доходы физических лиц, которые составляли основную часть бюджета. Сегодня у нас эти 2% отобрали, от 50% оставили всего 20%. Практически нас лишили налоговой базы. Сегодня только земля, имущество граждан, которые мелкие деньги приносят, конечно. Там много не разгонишься. Поэтому рост бюджета возможен только в случае пересмотра налогового законодательства, бюджетного законодательства. Ну и справедливо регистрации предприятий. Где работает, там должно платить налоги. А это решается на федеральном уровне, но на областном тоже. А пока городские чиновники рады тому, что хотя бы получается стабильно выживать. Перспективы развития города для них вопрос риторический.